Эта история началась в 1927 году. Однажды утром госпожа Дороти, супруга владельца консервной фабрики Фрэнка Гербера, сказала мужу, дорогой, я так устала каждый день смешивать пюре для нашей маленькой дочурки вручную, но может быть твое предприятие начнет выпускать не только томатную пасту для взрослых, но и питание для младенцев. Вот так появились первые пять видов детского пюре от компании Гербер. И очень скоро она стала популярнейшим брендом у мам в Америке, а потом и в других уголках планеты. Рекламная компания была отлично продуманной, ну и дорогой. Оставалось только придумать запоминающийся логотип, который бы понравился молодым мамочкам. В 1928 году был объявлен конкурс на лучший логотип для компании детского питания, и вот выиграла его Дороти Хоуп Смит из штата Коннектикут, художница и тезка жены владельца компании. Так уж совпало. Именно она набросала на бумаги вот эта детская милая личика с невероятно красивыми огромными глазищами. Но это был невыдуманный малыш. Моделью для Дороти стала дочка ее соседей, пятимесячная Энн Тернер. Отправляя на конкурс этот простой черно-белый портрет, Дороти сделала пометку для организаторов. Это набросок. Если выберете мой логотип, я его доработаю. Однако это простое детское лицо с удивленным взглядом так запало в душу судьям, что они не только выбрали его в качестве идеального логотипа, но и решили, ничего в нем улучшать не нужно. Иначе лицо малышки получится глянцево-искусственным. Пусть останутся непослушные локоны, губки бантиком, чумазые щечки, словно бы испачканные вкусным пюре. Художнице выплатили 300 долларов. Права на портрет малышки Энн она продала компании детского питания. Лицо девочки видели с первых месяцев своей жизни миллионы мам и малышей в Америке и других странах. И, конечно, многие задавались вопросом, а кто же этот самый ребенок? Ходили слухи, что на баночках изображена маленькая Элизабет Тейлор. А кто-то и вовсе полагал, что это мальчишка. Однако ни родные Энн Тернер Кук, ни сама она не стремились раскрывать секрет всему миру. Кстати, девочка с ранних лет знала, что на баночках изображена именно она, ее личка. Но в силу скромности всего-то никогда этим не хвасталась. Став взрослой, Энн стала преподавателем английского. Она работала в одной из школ Флориды. Очаровательную, терпеливую и добрую учительницу дети очень любили. Так шли годы, педагогическая карьера госпожи Кук оказалась успешной. И в итоге она даже возглавила кафедру в Хиллсборо Хай Скул. О том, кто изображен на баночках Гербера, народ узнал только в 1978 году, когда Энн приняла участие в популярном ток-шоу. За этим последовало несколько ее интервью местным газетам. Но, не более того, она никогда не стремилась к публичности. Выйдя на пенсию, Энн стала писать книги. Из-под ее пера вышло несколько мистических романов. Но в последние годы она также входила в число тех, кто отбирал детей для рекламных кампаний Гербер. По словам сына Энн, его мама всегда была активной, жизнерадостной женщиной и обладала потрясающим чувством юмора, сохраняя оптимизм до последних дней жизни. Вот такова история успеха глазастой малышки с баночки знаменитого бренда детского питания Гербер.